А черешня в этом году был приличный рожай, и в моих кинах вы видели это, настоящая черешня. Сомнения есть, сомнения нет. Вот, урожай был, но средненький, живется тяжело, видите сухую ветку, я не отрезаю, отрезать не буду, их отрезать еще только для эстетики, а на самом деле они не вредят, они не мешают. Вот тут вот, вот она сухая ветка, да, допустим вот здесь вот отрезал, вот здесь вот так вот, страшная рана обеспечена и смерть обеспечена. Вот тут и так ее хватило, видите, разжилка слабое место у дерева, и так проблем хватает. Поэтому я решил эту ветку не отрезать. Она мне не мешает, она мне, мне не стыдно, что она, стыдно было бы, если бы она все было бы мертвой. Вот, ну, прививка есть, прививка на тот самый, на ту самую вишню. Вишня называется, я назвал сибирская штамбова, а вот и она, вот, она бедная, несчастная, плодоносит, но плоды кислые, они уже никого не интересуют. Почему? Потому что у меня есть вишни, до которых улучшены плоды, улучшены. А это кислятина, но она действительно штамбовая, вот, место у нее неудачное, ее задавил полностью, а солнце закрыл вот этот вот патриарх. Но о нем мы опять же говорили. Вот здесь интересно, да, видите, плоды, ну, не пугайтесь, кстати, вот эта мякоть, после того, как плоды были освобождены, от мякоти, вот сколько ее получилось. Вот, а эти собрать не успели, тут собирали кругом. И вот, то, что за забором, у меня есть уникальный снимок, когда я так же взял, сфотографировал через сетку, через эту рапицу. И там, и сейчас соседи смотреть не будут, то есть собирать ее не будут. В них есть вон абрикосы, у меня есть фотографии, сделанные две недели назад. Вот, огромнейший урожай, огромнейший, достаточно крупный. Соседи, в отличие от меня, поливали. И это дерево было в свое время посажено моими руками, вот этими вот пальчиками. И вот, когда ясно, они это собирать не будут, это гниет, что-то мыши сидят. Но у меня есть снимок, где одни при одних шоках лежали по поверхности, одни сгнили, другие пошли в рост. Это очень учебный, полезный снимок. Но мы сейчас отвлекаться не будем. Итак, черешню мы с вами посмотрели, немножко о ней поговорили. Да, живется нелегко. Вот, но главное, это важнейший момент, когда мне поверят, весь мир перевернется, и у нас сады появятся. А какие? Важнейший момент. Никаких обрезок на кольцо. Видите, сухая ветка. Никаких, но главное не это. Не вздумайте бороться ни с этими грибами. Не вздумайте ничего замазывать. Не вздумайте уничтожать. Видно или не видно? Не вздумайте уничтожать камедь. Не вздумайте делать раны на кольцо. Это я железо вам говорю. И вот эту камедь не трогайте. И тут кругом камедь, и тут камедь, и тут камедь, и тут камедь, и тут камедь. Не вздумайте вырезать. Не трожьте. Руки прочь. Не верьте людям, которые все это придумали, даже не задумываясь, что творят. Разволновался. Идем дальше. Шелковица. Конечно, экзотика в Сибири. Вполне возможно, что это чуть ли не единственная шелковица, учитывая климатическую зону, наиболее жесткую именно для нее. Опять все съели птицы. Не дают мне попробовать. Бесполезно. Это отдельная история. Я ее уже уничтожал. Но уничтожал ненарочно. У меня не было денег. Я тогда уничтожил. Вот тут у меня росли персики. Я когда сожгли пятигектарный сад, с этих персиков посрезал все ветки на продажу. Как сейчас помню, по 50 рублей ветка на продажу для... Рассылал поросей. Это же были самые северные персики, самые морскойки в мире. Но дерево я уничтожил 40-градусную зиму. Вот. А шелковица несколько лет спустя почти уничтожил. Видите? Это уже потом ветка пошла вот сюда. Дерево восстановилось. А оно было вот оно. И опять никаких ран на кольцо. Но почему оно погибло? Я усылал вот такие ветки. Смотрите. Вот. Вот такой длины. Вот такой где рука. Вот. Летом зелеными листьями усылал. Сырых трапок. Или не сухими, а без листьев зимой. Спяхиваю. Ну и доигрался. Когда я сотню срезал вот таких веток жирных, шикарных, оно взяло и начало умирать. Тогда я прекратил это делать. И через пару лет оно у меня восстановилось. Вот. Но это назовем юг. Это экзотика. Вот. Дальше. Это у нас... Кстати, если отключится, на этом фильм кончится. Потому что под третий фильм батарейки могут и сесть до конца. Вот. Это фундук. Там у меня... Ну, там у сяски. Отсюда не видно. Но я вам не раз показывал. Есть лещина. Урожайная. Косточки мелкие. Ну, вся разница, что приходится вместо одного ядрышка сживать два-три. Вот. Единственная разница. И потом, та не замерзает никогда. Взрослый, отличный куст. А эта до сих пор не дала ни одного побега. Вот. И смотрите. Куплено мной саженцем на выставке в Москве. Когда мне это нечего делать, я поехал на ВДНХ. Видите, мертвые сережки. Вот результат. Это не выдерживает заниматься оренированием. Да можно было. Но, простите, мне не до этого. Мне не до этого. Сейчас я уже подвожу итоги. Вот. Вот такие вишни, они корневые отводки. Она чья? Половина с этой стороны сетки, половина с соседней стороны сетки. Вот. Вот это вот мои вишенки. А вот это уже чужие. Но она практически, она сильно кисловато. Это отводок. Отводок вот откуда взялся, сейчас покажу. Вот. Чережья настоящая. Это тоже с Волги. Вот. Но я уже автора не помню. Допустим. Привита на вишню. Вот вишневая ветка. И я показывал. У меня есть фотография. Турсон Полота Дускобилова. Кандидата из Авлаба. Его молодого друга ученого тоже. Я их угощал вишнями. Смотрите как. Если вот эта вот чережья. Чережья. Она отплодоносила. Чувствую себя плохо. Посмотрите что она делает. Но сейчас вы увидите чудеса. Уже есть и чережья на грани. Но не вся. Она в принципе цела. Только одна ветка. Теперь я объясняю почему. Меня черт дернул. Пожалуйста, пожалуйста. И я начал отрезать. Видите. Вот они. Вот. На прививку. Отрезал, 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 отрезал. И она начала ветка умирать. Тут тоже отрезал. Потом сказал. Все, хватит. Но зато она у меня. Когда вот тут отрезал. Она полезла вверх. Теперь я не могу достать чережьи плоды. Я смотрю на них. Вы знаете. Тут всегда плохо видно когда. Высота жуткая. Вон там. Видно плохо. А вот то что вы видите. Роскошные вишни. Вот они. Видите. Вот. Самые нижние сейчас покажу. Я говорю что у меня единственное дерево. Оно у меня. Сейчас. Вот. Сейчас. Вот они. Вот это вот. Потомки вишни. Которые я привез. С Украины. Христовская область. Береславский район. Вот это дерево вы уже знаете. Ушника. Да вы знаете. Я его фактически потерял. Оно рухнуло. Вырожай был. Как на абрикосах. Неестественный. Вот. Собрать мы все так и не смогли. Все наелись, объелись им. Абрикосы собраны. Больше не надо. Тут еще ведра два. Абрикосы собраны. Висит. И все таки. Приемник у него есть. Но. Это первое поколение. Прививка на вишни. Сибирская стамбовая. Показать бы вам ее. Вот. Ну вот. Штамп вот он. Низ вишнисибирской штампы. Видите как отличается через все. Смотрите. Видно где прививка? Видно. Вот. И теперь я с нее. Самое главное. Вот это вот. Я в 2000 году привез. 22 года назад с Украины. Веточку. А с нее уже веточку взял. И через несколько лет перенес сюда. Вот еще один штамп. Видишь. Их не трудно догадаться. Здесь есть небольшая как бы язва. Но. Несмертельная. Так. И это второе поколение. И. Все таки. Крупная. Посмотрите какая красота. Уже никому не нужны плоды. Возьми стремянку. Собери ведерко. Ведерко. Вот. Но уже нету сил. Нету. Вот. Уже столько и не надо. Уже наелись. Это. Потомок. Той вишни. И может быть. Или мне. Это. Чуть-чуть мельче. Этого вегетативного родителя. И. Чуть-чуть. Кислее. А может быть. Мне сам мельчится. Нету лаборатории. Вот. Еще раз. Вишня. Это корневой отводок. Вот она. Чистая вишня. Сибирская штампа. Вот она. Видели какие плоды. Сейчас надо будет еще раз. Беру пару плодов. Отреваю. Так. И. Беру пару плодов тут. Если дотянусь. Если дотянусь. Вот мне кажется, что они тут. Вот там. Ой, какие там крупные. Нет. Все-таки. Она не уступает крупности. Вегетативному родителю. Вот тому. Ну, давайте все-таки сравнивать. Есть смысл привать. Нет. Или кушать корню собственное. Сейчас попробуем. Обойдем. Ну, кто нам мешает этим заниматься, рассказывать. Главное, это настоящий сад. Вы знаете, здесь самые роскошные плоды. Они же нарисованы. Ну, хоть бы писали бы, по-честному. Плоды нарисованы. Фантазия художника. Вот. Родительские. Давай, давай, давай. Опа. Вот так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова